начинаю снимать отпускные влоги первое видео это конечно же о том как мы собирались как мы собрались и как мы будем добираться до вокзала может быть не самое интересное что можно рассказать но все таки вот вы видите перед собой наши сумки две большие сумки они набиты даже не до самого верха вот эта сумка она такая бесформенная сама по себе и постоянно кажется что такая раздутая что там всего очень-очень много просто все как-то разваливается и как бы компактного не складывали все равно вид у нее такой не очень интересный в этой сумке в основном мои вещи здесь еще место полным-полно но мы не стали вещи мужа сюда убирать и брать только одну сумку потому что я еду в джинсах джинсовые куртки в кроссовках все это очень объемное когда я другом городе переоденусь все это я сюда уберу и сумка точно уже будет доверху набитая здесь у меня лежат вещи до которых быстрее всего нужно добраться эта одежда чтобы переодеться в поезде и ботиночки вот здесь сбоку кармашек там всякие влажные салфетки лежат внутри все упаковано по пакетам хотела показать вам что я взяла еще помимо того что показывала в своем видео это все таки не смогла я не взять вот это средство раз два три которая называется от organic shop уж больно хорошие после него волосы так хорошо укладываются просто замечательное средство упаковала в пакете крышка конечно хорошо закрывается но на всякий случай как бы не не вытекло оттуда что-нибудь и еще хочу вам показать если найду потому что он куда-то убежал этот лак для ногтей да вот он нашелся косметичка где лежат у меня лаки очень далеко убрана уже закопано вот такой лак не смогла я его не взять это пинг-ап новиночка такие лаки с полуматовым финишем у меня он сейчас на ногтях буквально на днях приобрела и в покупках не показывал потому что снимала то видео раньше это новая серия в оттенке у меня кстати лак 04 birds of heaven потрясающий лак яркий такой кислотно-розовый при искусственном освещении конечно же он плохо видно но поскольку я его взяла с собой буду пользоваться им в отпуске и при дневном свете обязательно вам его покажу единственное что буду скорее всего покрывать глянцевым топом и он будет тоже глянцевый и не полуматовый но оттенок оттенок просто потрясающий шесть или восемь оттенков в коллекции продаются эти лаки в магазине подружка отличное качество тонкая кисть но наносить лак ей очень удобно просто супер супер лак рекомендую присмотритесь к этой коллекции в сумку мужа я полагаю мы заглядывать не будем потому что там лежат его вещи ну и как обычно всякие нужности по карманам здесь распиханы так вот это моя сумочка в которую мой новый мобильный телефон влез с огромным трудом но все-таки влез а также там лежит мой кармакс и ну и фотоаппарат будет там лежать вот эта сумка мужа которая тоже носится через плечо или как это правильно называется тут всего очень очень много все очень очень полезно и все то что будет с нами путешествовать по городам и не будет оставаться в гостинице и салфетки здесь влажные и документы и деньги и карточки какие-то дисконтные ну в общем полезная такая сумка но конечно тяжеленькая тяжеленькая а вот в этом пакете мы везем с собой еду в этот раз взяли только на первые пару буквально дней не точнее даже в поезд а в городах уже будем подкупать мой муж просто гений упаковки очень все компактно и удобно сложил ковыряться я в этой сумке не стану но вот уже можно видеть что здесь у нас просвечивает это бомж пакеты не стала я заморачиваться знаете готовить какое-нибудь мясо по-французски я иногда делаю в дорогу или пиццу в этот раз мы едем ночью приезжаем где-то в три часа в ореол не хотела я с собой все это мясо везти а ну за ночь могло протухнуть поэтому будем перебиваться бомж пакетами биг бон это пюрешка по-моему такая большая да две три три пюрешки на вечер и на утро на завтра пюрешки с курочкой из говядины и еще у мужа там где-то болтается лапша но не доширака что-то такое более подороже что еще здесь можно заглянуть посмотреть на шоколадки альпенгольд а мне муж выкупает иногда балует меня ну разумеется яблоки порезанные очень удобно хлеб ну в общем подгребали все что было все что было в холодильнике чтобы не оставлять хлеб апельсинка вот там лежит потом водичка в маленькой баночке сейчас она здесь потом будет конечно в рюкзаке будем ее с собой таскать она маленькая что еще пирог пекла я на днях пирог но мне как-то не задался кекс творожно-лимонный какой-то тесто плохо поднялось мне этот пирог не понравился муж тоже как-то небольшом восторге ну доедать то надо не собакам же выбрасывать вот потом что еще там вареные яйца смешно конечно но ну что поделать у меня оставалось 3 яйца в холодильнике оставлять на две недели это бред а также у меня завалялись два лимончика а лимоны мы точнее я я придумала что мы будем делать с лимонами мы купим литровую или сколько там полтора литра минеральной водички не газированная может и газированная но она обычно с каким-то привкусом идет так что лучше не газированную и такой лимон в эту водичку просто выжмем и получится у нас очень полезная вкусная водичка которая хорошо утоляет жажду так что не пропадут мои лимончики а за две недели они бы умерли совершенно спокойно у меня холодильнике ну в общем то да и все кажется там больше ничего нет никаких бутербродов и никакой вареной либо же жареной курицы соли в коробочке тоже нет а еще наверное там пачка чая болтается и сахар из макдональдса я в течение года собираю вот эти одноразовые упаковочке в макдональдсе в теремке в общем где бываю там и собираю потом с этой упаковкой мы едем чай с сахаром я пью где-то один раз в день вот вот такая наша сумка с едой тяжеленькая но ну да ладно что поделать путешествие нелегкий труд еще муж будет брать с собой рюкзак небольшой потому что удобнее конечно перемещаться по городу с рюкзаком туда и термальная вода поместится и опять же вода чтобы попить ну вот рюкзак он пока что я думаю что он его уже собрал просто я его сюда не принесла ну конечно он поедет с рюкзаком так что вот столько у нас вещей вот с таким скарбом мы путешествуем каждый год но что самое интересное в этот раз в этот в этом году сумки не такие тяжелые как в прошлое видимо сказывается то что я постаралась взять поменьше сейчас 10 часов вечера мы стоим на остановке ждем трамвайчик хотели поехать электрички но электрички ходят редко и на одну мы опоздали вторая довольно поздно нам неудобно ну вот стоим в надежде что сейчас приедет трамвай довезет нас без пробок без проблем до метро и на метро там буквально 20 минут до московского вокзала быстренько доедем и и еще у нас останется время чтобы может быть чаю попить или просто никуда не торопиться подали наш поезд белгородский отправление в 0011 подали на шестой путь правая сторона вот посмотрите сколько людей поедут с нами в этом поезде все уже торопятся поскорее занять места мы пожалуй тоже присоединимся полчаса до отправления поезда его как вы видите еще нет и честно говоря мы прослушали с какой стороны начинается нумерация встали посередине надеюсь что наш вагон остановится где-то поблизости вот мы и в орле вот такой вокзал в орле он сейчас реставрируется в орел я приезжаю уже пятый раз мне очень-очень нравится этот город очень приятный надеюсь вам он тоже понравится попасть на эту сторону нужно пройти через подъемный перевод красивые здесь витражки вот на этом постаменте должен был нас встречать орел но к сожалению как вы видите идет реставрация и орла этого убрали очень жаль потому что он был очень красивый каждый раз приезжая в этот город я его встречала и разумеется фотографировала но сегодня мне фотографировать нечего это конечно очень и очень печально что касается самого города орла он был основан в 16 веке как крепость во времена правления ивана грозного городок этот достаточно небольшой и это один из двух городов который носит название точнее имеет такую регалию как город первого салюта в сорок третьем году когда два города белгород и орел были освобождены во время если я ничего не путаю курской операции в москве в честь этого события в честь этих двух городов дали салют и теперь вот эти города так и называются города первого салюта у нас в орле была забронирована гостиница точнее апартаменты которые назывались фортуна но мне позвонил администратор и по какой-то причине нас переселили в другие апартаменты которые находятся через пару улиц параллельно улице на которой вот эта самая была фортуна теперь нам подкачала теперь нам нужно ехать на улицу третья курская для этого мы идем на остановку которая вот там вот на этой маленькой улочке располагается будем ждать там троллейбус вот можно видеть стоимость проезда 16 рублей и вот у нас здесь как раз открыто приложение 2gits мы смотрим как нас повезет куда нам значит надо ехать так вот с полосой все отлично здесь наша гостиница приложение просто потрясающее если у вас его еще нет я вам его настоятельно рекомендую с трамвая мы вышли на улице Герцена это не совсем удобно для нас но что поделаешь сейчас нам нужно пройти еще наверное 3 или 4 квартала до гостиницы мы пойдем прямо потом повернем направо потом налево и совсем чуть-чуть будут наши апартаменты очень странный здесь светофор зеленый посмотрите он моргает и нет таймера непонятно сколько он еще так проморгает а потом он бац и резко уже красный как-то странно вот здесь симпатичная такая зеленая улочка такая оригинальная такие симпатичные маленькие домики напротив слева это ярмарка и ларечки такие уже большие дома интересно, да? согласитесь? добавлено первая шаурма на третьей курской вот как раз мы наконец-то дошли до третьей курской будем искать теперь нашу точнее наши апартаменты вот такие у нас апартаменты целая огромная однокомнатная квартира сейчас я вам все покажу вот это такая небольшая прихожая зеркало вот я что еще здесь кухня есть холодильник посмотрите как, да? здесь такой ремонтик очень даже все чистенько красивенько газовая плита электрочайник раковина посуду помыть здесь посуда чашки терки буршлаг классно что еще тут у нас соль сахар классно микроволновка, да? что немаловажно здесь ничего нет здесь губочки и счетчик какой-то стоит внизу пусто здесь кастрюля то есть кастрюли и сковородка так что можно вечером что-нибудь пожарить либо же что-нибудь отварить тут какая-то фигня тут какая-то фигня есть, наверное, здесь лотик как их зовут? приборы ну приборы у нас а, вот они, да у нас все это и так есть такой стол просто супер вообще давайте пойдемте дальше коридор санузел санузел ну, его я вам тоже покажу что здесь унитаз, стиральная машинка фен раковина вот такая ванна крючочки душ, зеркало здорово даже жуткое мыло класс так, а теперь еще это комната посмотрите, она достаточно большая телевизор двухспальный диван белье полотенчики кресло посмотрите, какая красотища да, и ремонтик такой сделан три тысячи за две ночи я вам уже говорила стол вот такая кладовочка здесь постельные принадлежности гладильная доска и даже есть утюг просто супер можно жить и ни в чем себе не отказывать вот такой вид на город я правда не знаю куда именно выходят именно эти окна ну давайте я вам покажу балкон балкон это просто фишка я даже не знала что он будет посмотрите классно, да здесь можно сидеть можно завтракать можно пить чай можно любоваться видом противомоскитная сетка ну у нас правда полегатор поэтому я сейчас открою окно и мы из окошка посмотрим на город вот смотрите какая красота внизу огородики такие маленькие домики смотрите какой орел да, оригинальный здесь как маленькие дома так и большие такие новостройки очень красиво просто просто потрясающе я очень довольна я считаю что деньги которые мы заплатили за этот номер ну это вообще просто копейки точнее за этот эти апартаменты это на самом деле очень мало ключи разумеется нам дали так что сегодня сегодня мы прям как у себя дома живем ну решила я переодеться чтобы пойти прогуляться сегодня у нас прогулка не очень большая потому что мы только в 6 часов вечера уходим но тем не менее что смогу то вам покажу что касается платья оно достаточно длинное очень симпатичное пришлось его погладить в чемодане оно помялось слава богу что здесь был утюг а что еще очки часы татуировки сумка вот вот и все больше на мне ничего да вот ремень тот самый из ойги не очень удобно что на платье нет шлевок он может куда-то все время перемещаться и очень длинная вот эта вот свободная часть приходится извращаться завязывать узлом вот в общем вот в таком виде я сейчас пойду гулять по орлу к своему любимому городу наши апартаменты находятся в обычном жилом доме на первом этаже что у нас здесь есть продуктовый магазин кормилица и еще в этом же доме есть фикс прайс потрясающе завтра обязательно в него зайдем пополним запас салфеточек улица эта называется третья Курская мы двигаемся в обратном направлении пришли мы оттуда и туда же мы сейчас идем нам нужна Пушкинская да улица время уже достаточно позднее уже 6 часов вечера мы разумеется хотим есть в поезде мы перекусили но это было очень много часов назад поэтому мы разумеется проголодались попили в гостинице чайку а сейчас хотим уже посетить какое-нибудь заведение где можно будет более плотно перекусить и идем через разные интересные места и достопримечательности идем в мою любимую орловскую кафешку точнее в любимое заведение фастфуд который называется жаркий вот такая интересная табличка есть на здании гостиницы гостиница называется орел зашли мы в небольшой сквере который называется сквер танкистов также в сквере танкистов мы видим танк т-34 вечная слава героям павших в боях за свободу и независимость нашей Родины и вечный огонь справа находится такое интересное здание похожее на гостиный двор это торговые ряды ну как обычно там полным полно полным полно разных магазинов мы находимся сейчас в небольшом таком скверике имени Ермолова и можем видеть перед собой как раз его такое интересное скульптурное изображение и огромное количество голубей а вот и она моя любимая жарпица именно эта жарпица находится на первой посадской но их в городе орле шесть вот так выглядит это заведение здесь очень такое все яркое прохладненько и можно спуститься вниз там еще будут места вот что мы заказали в этой жарпице во-первых разумеется пицца муж взял мексиканскую она остренькая с перчиками халапеньо а я решила взять гавайскую она с ананасами и курицей а также мои любимые куриные суфле вот такие кругленькие там внутри грибочки и сыр моцарелла такой растопленный очень-очень нежные очень вкусные вот эти суфле если когда-нибудь будете в жарпице обязательно закажите ну и разумеется чай у мужа кока-кола вредная но по жаре самое то общий счет 380 рублей вот такие цены хорошо мы покушали очень вкусно готовят в этой ресторации в этой кафешке уже солнышко садится времени 7 часов но все равно еще очень-очень тепло мы петербуржцы ужасно этому рады что можно идти в открытой одежде и обуви и нам тепло и нет какого-то ужасного ветра и очень такая хорошая погода просто здорово вот идем и радуемся да да даже без шапок вот это памятник николаю семеновичу лескову находится он в скверике имени лескова и вокруг непосредственно автора расположились персонажи его произведений и если сказать правду я практически не читала лескова кроме левши наверное и леди магнит цинского уезда поэтому вряд ли я узнаю большинство персонажей ну давайте все-таки на них поближе посмотрим вот там впереди за деревьями прячется услуг пенский собор это река орлик на том берегу орлика стоит такая интересная беседка но мы ее будем смотреть с вами завтра потому что сейчас уже темнеет и не совсем интересно мне туда идти а пойдем мы сейчас вот под этим пешеходным мостом посмотрите какое интересное здание честно говоря честно говоря я не знаю что это но выглядит просто потрясающе это богоявленский собор мы двигаемся вдоль орлика там впереди он впадает в реку окун вот такой здесь небольшой парк это мемориальный парк четырехсотлетия орла на этом месте в 1566 году была заложена орловская крепость вот это река такая красивая в нее впадает река орлик и на месте слияния этих рек находится вот этот парк четырехсотлетия города орла перед собой мы сейчас видим два памятника первый справа это памятник освободителям орла 5 августа 1943 года а второй памятник это стела в честь четырехсотлетия основания города орел орла и когда я была в орле первый раз по-моему это был 2007 год вот этот дом который вы перед собой видите он еще только строился ну может наполовину был построен и мне почему-то ужасно хотелось когда-нибудь может быть лет через двадцать тридцать переехать в орел поселиться в орле и жить именно в этом доме но рядом с ним уже построили другой дом и он сам достроен и как-то эта идея меня уже больше не посещает перебраться в орел но если разобраться это наверное единственный город кроме Санкт-Петербурга где я хотела бы жить смотрите как много здесь замочков традиция вешать замки на мосты все еще в силе в разных городах это по-разному выглядит где-то вот на решетке вешают где-то специальные деревья железные создают когда-то и на этом вот именно на этом мосту было огромное количество этих замочков но сейчас их сюда не вешают вешают в другое место а мы переходим сейчас реку Орлик и двигаемся в сторону центрального парка культуры и отдыха и тихо ты смотрите козел или коза это коза или козел это кто-то вот кушает травку а знаете откуда взялась эта козочка она пришла вот оттуда потому что там есть небольшой зоопарк там и козочки и уточки ну мы завтра наверное этот зоопарк посмотрим а сейчас будем смотреть на это интересное животное эй тише есть здесь небольшой детский такой парк развлечений такая гусеничка батуты сладкая вата попкорн перед нами находится памятник Ивану Сергеевичу Тургеневу я думаю вам известен этот автор по школьной программе это писатель написавший муму дворянское гнездор потом он написал отцы и дети интересно хорошо он пишет но я не скажу что я большой какой-то фанат Тургенева а за муму я на него до сих пор очень и очень обижена в этом году что-то происходит в городе Орле здесь постоянно все чинят никуда не пройти вот можно видеть вся эта площадь она опечатана везде лента но нам все равно нужно туда вот за этот памятник там уже находится центральный парк культуры отдыха и это я думаю вы уже слышите что народ там действительно отдыхает вот впереди там шалманчики можно посидеть отдохнуть музыка играет будет потемнее наверное даже люди будут плясать по крайней мере несколько лет назад так это все и выглядело тут и шашлыки и дискотека и веселье через край и веселье уже скоро совсем стемнеет поэтому мы двигаемся в сторону гостиницы нам еще нужно зайти в магазин купить что-нибудь на вечер на ужин и на завтрак каких-нибудь булочек ну а потом мы уже пойдем в гостиницу и ляжем спать потому что в поезде спать конечно невозможно я не выспалась не люблю в поездах спать вообще поезда это наверное самый мой нелюбимый вид транспорта но единственный на котором я могу куда-либо добраться за не очень скажем так большие деньги на самолете до орла вообще можно долететь интересно или нет смотрите что интересно я нашла в парке танцевальный клуб целое такое здание большое интересно там действительно люди танцуют или там уже что-нибудь давным-давно другое а еще здесь есть шалманчик и вот такое колесо обозрения парк просто замечательный может быть конечно не какой-то супер навороченный как в больших городах как например парк имени Горького в Москве но все равно он такой уютный милый потрясающе хорошо вписывается в город орел вот такой интересный есть граффити здесь на стене написано Севастополь город русской славы смотрите какие здесь замечательные клумбы ромашки еще какие-то цветочки красота красота мы идем сейчас в пятерочку в орле большинство магазинов закрывается очень-очень рано особенно по выходным а пятерочка работает до половины одиннадцатого поскольку в какие-то местные магазинчики мы уже опоздали придется идти туда вот это интересное здание я думала это какая-то церковь но скорее всего это это не церковь точнее это какой-то дом как это правильно секта ну секта не секта но ведь есть разные направления религиозные течения в общем там написано как называется живой источник живой источник да ну интересно такое здание мы пересекаем Аку идем сейчас вперед практически туда же куда мы приехали с вами надрали вот там там остается центральный парк и отдыха и стела уже десятый час уже совсем-совсем стемнело ну и я так полагаю что на этом мы с вами попрощаемся сейчас мы вернемся в гостиницу поужинаем ляжем спать а завтра утром встретимся с вами снова и будет новый интересный насыщенный день так что всем пока! так что все